Ой, привет, девчонки! Привет, мои золотые! Обращаюсь к девчонкам, потому что на мальчишек я обиделась. Статистика показывает, что меня мальчишки не смотрят. Не смотрят, очень маленький процент. А тот, который смотрит, не пишет никаких комментариев и не ставит мне пальчиков вверх. Есть у меня только один, наверное, друг, который остался за последнее время, который пишет мне комментарии на английском языке. И кто знает английский, может прочитать. Он на каждое практически мое видео пишет какой-то очень смешной в виде анекдота комментарии. Спасибо, дорогой, если ты меня смотришь. Вот, поэтому одни девчонки со мною на волне, со мною, а мальчишки ушли на каналы. Наверное, про рыболовство сезон сейчас начался. Ну, о, вэл, хорошо вам провести время. Я извиняюсь, я сегодня в постели, так что и приглашаю вас к себе провести времечко с Кэт в постели. Я никакая, знаете, просто никакая. Вы, девчонки, меня спрашивали, куда я пропала, почему не выхожу на прямые трансляции. Я вся в работе. Это просто вообще... О, боже, что-то даже устала. Лежать, сидеть, ой, боже, все двигается. Вы знаете, работаю, работаю, как я говорю, как папа Карла. У нас на нашем, хотела сказать, участке, в нашем отделе просто полный завал. Весна, солнышко пригрело, и никто не хочет работать, верите или нет. Просто вообще такая текучесть кадров возникла. Я сегодня вот в такой вот своей любимой, помните, я уже ее показывала. Мне так нравятся очки на интересном месте. И мне все делают комплименты по поводу этой футболочки. Вот сегодня выходила на подружка терапию с девочками, со своими. Встретились, покушали. Мы каждый раз пытаемся куда-то сходить в новое местечко. Вы знаете, экспериментируем. Но сегодняшнее местечко нам не понравилось. У нас открылся новый ресторан. Еда была, вы знаете, вроде поначалу ничего, но потом, когда я пришла домой, я чуть не умерла. Я заказала себе, знаете, что кальмары, каламари называется по-английски, жареные кальмары с каким-то соусом. Был белый соус и красный соус. Соусы мне не понравились. Мне нравятся только греческие соусы такие, знаете, где йогурт и свежий огурчик. Забыла, как он называется. Вот это вот моя любимая. А все остальное, в общем, ну я за компанию съела эти кальмары, они мне не пошли. И плюс еще был ужасный сервис. Вы знаете, в танке у нас была какая-то такая хиппи, с короткой стрижкой такая поставленная, вся в наколках. Куча вот таких, каких-то странных таких сережек, проколотые чуть ли не губы и не нос. И, в общем, что-то она не аля борденс была. Мы ждали свою еду целый час, представляете. А потом еще девочки заказали себе десерт, мороженое. И она одной из этих девочек забыла вообще пронести. А я себе не заказывала ничего, потому что я когда кушаю в ресторане, они такие порции приносят. Вы знаете, что просто мне не хватает сил осилить. Поэтому я никогда практически, если такие большие порции десерта себе не заказываю, я просто не могу физически его засунуть в себя. Но это я так, отступление от главной тематики. Главная тематика сегодня, что, вы знаете, на работе меня уработали так, что просто сил моих нет. Кто со мной давно, то тут уже знает. А кто только сейчас присоединился ко мне, добро пожаловать. Не забывайте подписаться, чтобы не пропустить много новых интересных видео, которые скоро будут. Ставьте пальчики вверх. Мне будет очень радостно и приятно это видеть. Я работаю в большом, самом крупном госпитале в нашем районе, который находится в Пенсильвании. Мы живем между Филадельфией и Нью-Йорком. Кто у нас еще не был, всем добро пожаловать. Я работаю на фронт-деске. И вы знаете, последние дни были такие напряженные, что я вам даже передать не могу. И со стороны начальства было очень большое такое давление. И со стороны visitors, людей, которые приходили навещать. Я уже где-то говорила, что такая система у нас фронт-деск, в Америке такая система. Я не знаю, как в России, между прочим, в России или в других странах. Девчонки, напишите мне, пожалуйста, мне будет очень интересно, как обстоят дела у вас в госпиталях. Что и как. Вот с того момента, как вы вступили ногой в госпиталь, что дальше. У нас здесь, например, все, кто не заходит в госпиталь, должны подойти к нам на фронт-деск. Они должны сказать нам, куда и зачем они идут. Если они сами пациенты, и у них, например, назначен какой-то appointment, встреча с доктором, или какая-то процедура назначенная, я должна все равно пробить эту информацию на компьютере, посмотреть конкретно, куда и где это все должно проводиться, и дать инструкцию этому человеку, как туда добраться. Потому что вы не представляете, какой у нас громадный госпиталь. Я даже не могу вам сказать по площади, чтобы вы как-то приблизительно хотя бы себе поняли, но он такой величины, он один из крупных. Я не знаю, какой еще госпиталь может сравняться по размеру. Я даже не знаю. Вы знаете, это хороший вопрос. Надо мне будет спросить у своей начальницы. Но у нас безумных-безумных размеров госпиталей, плюс еще в нем не один филиал. У нас три госпиталя основных, и плюс еще куча-куча-куча различных маленьких клиник, которые занимаются тем или иным какими-то разновидностями. Поэтому это долгая история. Люди так теряются, люди не знают, куда идти, откуда начинать, где заканчивать. И вы знаете, там просто такие расстояния, что пешком иногда даже не дойдешь. Один госпиталь, вы представляете, но туда просто пешком не дойдешь. И людям или нужно на машине ехать самим, или у нас есть гольф-карт. Такие гольф-карт, как, знаете, когда, если люди играют в гольф, у них есть там такие машинки. Но эти машинки обычно на 4 человека. А у нас они 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 человек, то есть такая большая. Такая машинка, которая бегает по первому этажу госпиталя. И точно такая же у нас есть машина, которая бегает по второму этажу госпиталя. Хотя у нас в госпитале 7 этажей. Но это, в общем, долгая история. Вы знаете, объяснять это даже не знаю. Не с чем сравниться. Вы знаете, я не уверена, есть ли у нас сейчас в России, в частности в Санкт-Петербурге, такие большие госпитали. Да, я знаю, что достаточно большой госпиталь у нас в Санкт-Петербурге. Больница Равхоса. Я там работала, представляете? Больница Равхоса. Плюс потом еще больница скорой помощи, которая находится в Купчино, совершенно рядом с моим домом, где я жила. О, боже, такие воспоминания. Я там не работала, но думала туда устроиться. Но никогда не получилось. Жизнь сложилась так, что я оказалась здесь. Ну вот, и что я вам хочу сказать? Начинаю. Начиная с одного, заканчиваю вообще другой тематикой. В общем, меня уработали. Вы знаете, я даже вчера на нервной почве немножко всплакнула, потому что я чувствовала такое давление, вы знаете, от начальницы. У меня как бы две начальницы. Ну как, три. Ну, директриса, менеджер и супервайзер. И потом я уже, представляете, да? Вот, директриса нас не трогает, потому что у нее слишком много таких обязанностей. Она нас не трогает. Вот это вот супервайзер, она, вы знаете, вот такая вот с ней у меня моменты есть щепетильные. И, так, не, подожди, менеджер, менеджер вот с ней у меня. А у супервайзера очень хорошая тетка. Но тоже бывают, понимаете, такие моменты на рабочем фоне. В общем, это, да, тоже долго, я не буду вдаваться в подробности. В общем, вчера у меня было очень тяжелые дни. И до этого я работала пять дней подряд. Для меня это просто вообще. Я никогда не работала фулл-тайм. Фулл-тайм – это то есть полная рабочая неделя. Никогда в жизни я здесь не работала. У меня всегда был парт-тайм. Парт-тайм – это то есть неполная рабочая неделя. Где-то от 16 до 20 часов в неделю. И плюс еще какой-то промежуток времени я работала пёдем. Пёдем – это вообще можно работать раз или два в месяц только. Вот, и вы знаете, и сейчас я чувствую такие нагрузки. Они меня просят брать лишние дни. Поработай сегодня, поработай завтра. Потому что нехватка кадров. И я, вы знаете, просто физически и морально уже не выдерживаю. Ну ладно, не будем о грустном. Вы знаете, все вы, да, девчонки, что я жалуюсь. Мы все работаем. И, боже мой, вы знаете, у кого-то есть гораздо хуже работа, тяжелее работы. А мне грех жаловаться, честно говоря. Вы знаете, поэтому не буду. Не буду Бога гневить. Ну вот, что хочу еще единственное сказать. Вы знаете, работая на фронт-деске в госпитале в американском, общаясь с публикой абсолютно разношерстной, многонациональной, вы знаете, сделала такую статистику, это просто что-то с чем-то. Я всегда говорила, что когда я уйду на пенсию, когда мне исполнится 95 лет, я точно буду, наверное, писать мемуары по воспоминаниям о своих молодых годах и о своем рабочем экспириенс, как они здесь говорят, о своей рабочей истории и опыте своем, когда я работала в Америке. Ой, боже, кто сказал, что легко работать в Америке, вообще жить? Вы знаете, может быть, кому-то кажется, что Америка такая замечательная, сказочная и солнечная страна, что здесь так все замечательно и легко. Спешу разочаровать вас, мои друзья. Америка не для каждого. Кто думает, о, может быть, я перееду, эмигрирую в Америку, потому что там все так замечательно, легко и просто. Не обольщайтесь, мои дорогие. Вы знаете, Америка, Америка это страна трудоголиков. Да, если вы настроены пахать, как Папа Карло, работать 24 часа в сутки, тогда вы, может быть, добьетесь чего-то и рано или поздно прильнете к многочисленному числу среднего, как сказать, среднего жителя Америки, средней прословички. Но это не просто так, вы знаете, не просто так. Здесь нужно работать так, и столько часов, много, и порой не на одной работе, чтобы добиться каких-то результатов. Я очень знаю многих людей в России, которые, вы знаете, привыкли к таким работам, где свобода действий, свобода графиков, и нету конкретных начальников, которые блюдят тебя 24 часа в сутки, которые, вы знаете, чувствуют себя вольно и свободно, но и тем не менее зарабатывая деньги и как-то худо-бедно, задержа себя и свою семью. Здесь такой номер не пройдет, вы знаете, просто так сидеть и дурака валять, чтобы вам платили деньги за просто так, такого здесь не бывает. И у меня есть несколько семей, которые отказались, вы знаете, которые отказались переезжать в Америку, зная, что здесь нужно работать, работать и покладая рук. И они сказали, нет, это не для нас, нет такие жизненные условия, графики не для нас. Так что всем, кто думает о Америке, я советовала бы, вы знаете, пересмотреть и подумать 10 раз перед тем, как сделать такое решение, сможете ли вы, действительно ли эта страна для вас. И, конечно же, нужно приехать сюда, посмотреть, как и что, и вникнуть в эту систему. Вы знаете, здесь шаг вправо, шаг влево, и все, расстрел из-за попытки к бегству. Здесь, вы знаете, очень жесткие условия. Работодатели, вы знаете, не балуют своих работников, все это очень жестко, конкретно, вы знаете. Очень ограниченное число выходных, ограниченное количество отпускных дней. Зарплатой, мама, не горюй, вы знаете, здесь такие таксы снимают с нас, что... Такое чувство, что мы работаем только на дядю Сэма, а не на себя. И, в общем, нужно все взвесить, да, и против. Но это я так, вы знаете, о таких формальностях, таких моментах. О чем я хочу сказать, чтобы немножечко вас настроить на веселую волну. Ну, многим расскажу, и я уверена, что многие, может быть, для многих это будет какое-то, знаете, новое интересное явление, о котором вы никогда не знали, например. Для меня это было такое вообще новшество, что я была в шоке. Значит, опять-таки, работая на фронт-деске, ко мне приходит очень много посетителей. И, вы знаете, что я хочу сказать? Несколько случаев было. Прибегает молодой человек, ну, на внешность 17-18 лет максимум. И он говорит, о боже, моя гёрлфренд, моя гёрлфренд, все знают, да, что такое гёрлфренд. Моя гёрлфренд сегодня родила мне бэби, 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 бэбичку, ребёночка. И я бегу навестить их. И я должна по всем правилам госпиталя, я должна у него спросить имя и фамилию гёрлфренд, чтобы дать ему разрешение пройти на это отделение. Хочу сказать, в Америке отделение, родильное отделение и отделение, где лежат дети, это закрытые отделения. Туда никто просто так не может зайти и попасть. Во-первых, каждый человек должен зарегистрироваться у нас. Я выполняю роль ещё security, знаете, роль охраны. Они должны у нас зарегистрироваться. Я должна проверить их ID. ID в Америке – это водительские права, удостоверение личности. Я должна проверить это всё. И только после этого я должна человеку выдать пропуск. Пропуски у нас здесь в виде, знаете, таких наклеек, где указано число. И каждый день эти наклеенные пропуски у нас разного цвета. Вот. Я должна выдать этому человеку этот пропуск. Ну и что вам хочу сказать. Когда я спросила у этого молодого человека фамилию его девушки, у него вот так вот глаза округлились. Он замешкался. И потом, знаете, что мне говорит? Ой, а я не знаю её фамилии. Подожди, говорит. Я сейчас на фейсбуке проверю. Достает судорожно свой смартфон и начинает листать, искать фейсбук и проверять её фамилию. Как вам это нравится? Вот она, современная американская молодёжь. Они встречаются в соцсетях, потом как-то пересекаются, знакомятся, потом они рожают детей, но при этом они даже не удосужились узнать друг от друга фамилию и, наверное, какие-то подробности друг от друга. Вы себе можете представить? И это сплошь и рядом. Неоднократно это уже случилось. Как вам такие истории? Как вам такие случаи из жизни? Что это за поколение растёт? Вернее, выросло. 17-18 лет, вы не представляете, столько у нас беременных мамочек, молодых девочек. Это просто что-то с чем-то. Вы знаете, я заметила такая тенденция у нас или очень молодые, или очень взрослые. У меня самая такая старородящая женщина была, ей было 47 лет, и она родила первого ребёнка. Как вам? Здесь вообще принято в Америке поздно жениться, выходить замуж и где-то заводить детей в 40 лет. Это абсолютно нормальное, да. Ну вот, ей было 47. Ну и вот по глупости рожают очень молоденькие. 16, 17, 18 лет. И при этом они не знают фамилию друг друга. Как это? Как? Как это можно? К чему вообще идёт это? Что будет дальше? В общем, я не знаю. В общем, за всеми трудностями работы в американских компаниях есть, конечно, и свои весёлые моменты. Вы знаете, мне надо начинать, наверное, записывать уже. Вот сейчас хотела бы вам ещё что-то рассказать. Верите? Не помню. Вот абсолютно не помню. А, например, у нас в американских госпиталях нету определённых часов посещения. Раньше они были, а сейчас американская статистика показывает, что родственники и друзья помогают быстрее поправиться пациентам. Поэтому у нас вы можете приходить в госпитале 24 часа в сутки. Хотите, приходите в 6 утра, в 12 ночи, в 5 утра или ночи. Когда угодно, круглые сутки госпиталь открыт, и круглые сутки разрешается вам навещать ваших родных, любимых и близких, кто лежит в госпитале. Как вам это нравится? И плюс ещё, абсолютно свободно и просто, у нас разрешается приводить и приносить животных. Если вы хотите принести кошечку, пожалуйста. Если вы хотите прийти с собачкой, пожалуйста. У нас недавно был случай, пришли посетители навесить какого-то своего родственника с такой красивенькой беленькой баллоночкой. Она такая красивая была одета, у неё даже была колясочка, представляете? Она сидела в колясочке как бебечка, потом её выпустили прогуляться по госпиталю. И она решила сделать свои дела прямо посреди большого-большого холла в госпитале. Ух, какие проблемы! Мы быстренько позвонили с Cleaning Services, как здесь называют, кто убирает. Они быстренько прибежали, с улыбочкой это всё быстренько убрали, подмели, помыли. И всё замечательно. Так что вот такая вот у нас здесь свобода в госпиталях. Напишите мне, что вы думаете на эту тему, что у вас происходит. Мне было бы очень интересно. Ой, у меня уже все косточки, вы знаете, залежались. У нас так поздно, я даже не знаю, сколько времени. Завтра я опять на работу. Поэтому, девчонки, я прошу прощения, вы меня спрашиваете, когда я выйду в прямой эфир. Нет времени. Вот сейчас бы я вышла в прямой эфир, так вы знаете, у нас сейчас в Америке 10 вечера. Вот, читайте. У нас 10 вечера, а у вас глубокая ночь. Вы все спите. Поэтому как я могу выйти в прямой эфир? Ну, прям никак не получается. Вы знаете, я буду выходная. Я буду выходная. Когда я буду выходная? Боже! Через пару дней. Вы знаете, я, наверное, кину ссылочку в Фейсбуке, в Одноклассниках и ВКонтакте, когда я буду делать прямую трансляцию. Так что, скоро увидимся. Я думаю, скорее всего, это будут выходные. Окей? Как вам? Выходные. Выходные вечерком, по-вашему. Я, наверное, сделаю прямую трансляцию. Так что, держите палец на пульсе событий моего канала. Как всегда, всем спасибо, кто со мной, кто не забывает меня, кто постоянно ко мне заходит. Приветствую всех, кто только что набрел на мой канал. Может быть, случайно, а может быть, нет. Подпишитесь, не забывайте. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok